Сегодня состоится новое заседание по делу Владимира Карамурзы. Что известно о его состоянии на сегодняшний момент, мы спросим у адвоката Марии Эйсман. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Расскажите прежде всего о том, как чувствует себя Владимир Карамурза. Смотрите, я последний раз была у него в пятницу, в конце прошлой недели. И, ну, конечно, он чувствует себя не очень хорошо. Хорошо. Дело в том, что у него обострилась, вот ему поставили диагноз полинэвропатия, и у него левая рука и нога как бы теряют свою чувствительность. И сейчас, как он сам нам рассказывал, после того, как его отвезли на день в прошлый понедельник на консультацию в гражданскую больницу, то сказали, что еще и правая нога начинает тоже чувствовать, ну, в общем, там какая-то потеря чувствительности нервов. Я не врач, я не могу ничего говорить про это, потому что я не очень в этом разбираюсь. Но в чем я разбираюсь, это в том, что я вижу, что передо мной человек, который похудел на 18 килограмм. 18. За последнее время. Он, конечно, держится вот сейчас, и надо сказать, что действительно ему оказывалась медицинская помощь, ну, насколько это возможно, теми силами, которые есть в СИЗО. Ему делали капельницы, и даже, ну, к чести сотрудников медицинской службы пятого изолятора, они даже его не выпустили в суд, потому что посчитали, что его состояние слишком плохое для того, чтобы он участвовал в судебных заседаниях в прошлом. Сейчас, вот сейчас заседания продолжаются, вот мой коллега, ну, основной адвокат по делу Володи, Вадим Прохоров, должен быть в суде, но завтра я уже прилечу тоже в Москву и присоединюсь. Вы сказали, что Владимира Карморзе не было на прошлом судебном заседании, но это решение, исходя из его состояния здоровья и заботы, если так можно говорить, о его состоянии, или исходя из того, что это просто плохо показывать публичности, как человеку сейчас плохо, как он похудел и так далее? Ну, то, что он похудел, это видно все равно, и люди это замечают, потому что он принимает участие в судебных заседаниях. Я просто не знаю, я не хочу специально что-либо наговаривать на людей, которые действительно стараются оказать медицинскую помощь, на том уровне, на котором это возможно. Его действительно направили на обследование в гражданскую больницу, что не всем удается добиться, и тут я могу только поблагодарить сотрудников СИЗО. Что касается того, что он вообще не должен там находиться, в принципе, человек, который с нашей точки зрения не совершил ничего противозаконного, с точки зрения логики и здравого смысла, просто публично выступал, не прозывая к насилию либо дискриминации, в принципе, не должен находиться в местах лишения свободы, в следственном изоляторе в данном случае. Но, а уж учитывая его состояние здоровья, понимаете, ну, тем более это как бы выглядит не очень хорошо. Владимир Кармурза, он один из тех людей, которые добровольно, сознательно, осознанно приехали, приезжали и бывали в России. Он очень много там находился, он там уезжал, потом приезжал. Это был его выбор, он говорил всегда и продолжает говорить, я российский политик, я российский общественный деятель, Россия это моя страна, я хочу там быть. Понимаете, когда выбирается мер пресечения, в принципе, любому человеку, то основной вопрос стоит в том, а можем ли следствие ставить, а можем ли мы гарантировать, что он не уедет, что он не скроется, что он не сбежит куда-то. Так вот, в случае с Владимиром Кармурзой, как и с Навальным, как и с Яшиным, как и со всеми ними, то есть люди манифестируют свою готовность, желание работать и быть в России. Ну, то есть они возвращаются за границу, будучи там, в Россию, чтобы быть в России. Как можно их лишать свободы на основании того, что они могут скрыться? Если они, имея возможность не приезжать, приезжают, потому что чувствуют свою связь с Россией и хотят тут быть. Вот. А учитывая, конечно, состояние здоровья Володи, нахождение его там, оно мучительно, оно не просто лишение свободы, но еще и с этим диагнозом, когда он рассказывал, что, ну что, говорит, врачи, да, они очень заботливо все меня посмотрели. Ну, говорит, какие будут рекомендации? Ну, говорит, какие рекомендации? Не нервничать, гулять больше. Потом, говорит, врач сам, говорит, паузу сделал, так грустно улыбнулся, говорит, не, ну, я все понимаю. Ну, я правильно понимаю, что есть медицинские заключения, которые каким-то образом должны приобщаться к судьбе обменному делу? Смотрите, все, безусловно, данные о состоянии здоровья, они являются теми документами, которые суд обязан учитывать. Я сейчас не видела, я не буду спекулировать, я не видела медицинских документов, хотя Володя написал ходатайство о том, чтобы его и его адвокатов ознакомились с ними. Ну, я надеюсь, это произойдет. Вот, но, безусловно, даже та справка, которая была передана в суду, она имела диагноз, и, в общем, суд в курсе. С таким диагнозом можно отбывать наказание в заключении? Значит, диагноз полиневропатии входит в перечень заболеваний. Если вы посмотрите этот перечень, он есть в открытом доступе в интернете, перечень заболеваний, с которым невозможно отбыть наказание. Так вот, полиневропатия – это один из тех диагнозов, которые входят в этот перечень. Соответственно, перечень заболеваний, с которыми человека можно освободить от отбывания наказания, если его вообще признавать виновным и считать, что он сослуживает какого-то наказания, что в данном случае я делаю эту оговорку, потому что мы считаем, что Владимир Кармазов в принципе не должен был быть задержан, то да, он входит в этот перечень. Но здесь, конечно, должна быть специальная процедура, там, обследование, и... Ну, мы работаем в этом направлении. Еще один политзаключенный – Илья Яшин, вы о нем тоже сказали. Расскажите, как он чувствует себя, как он отбывает этот срок? Ну, у Илья Яшина уже есть приговор. Это 8,5 лет лишения свободы за стрим в интернете. Он есть в открытом доступе. Каждый, кто его еще не видел, может его посмотреть. В котором он рассказывал, ну, комментировал видео, поступившие с улиц Бучи в начале апреля прошлого года. Вот. Этот приговор был вынесен в декабре. Сегодня мы узнали, что на сайте суда появилась информация о том, что суд апелляционной инстанции, да, Московский городской суд рассмотрит нашу апелляционную жалобу 19 апреля. Нам, правда, не звонили, но вот на сайте суда появилась сегодня такая информация. И сейчас Илья находится опять в Москве. Он, как он говорит, мне устроили путешествие. Его этапировали до вступления приговора в силу в Удмуртию. Он там побыл около месяца. И потом, ну, нам удалось его вернуть, потому что мы сказали, что, ну, человека не ознакомили с материалами, с судебными томами дела. Он ходатайствовал о личном участии в суде апелляционной инстанции. Ну, в принципе, это такая уже сложившаяся практика отправлять людей, в отношении которых уже есть приговор, но этот приговор еще не вступил в законную силу. То есть они ждут апелляции, они готовятся к ней, ну, отправить их в какой-нибудь дальний регион. Это практика, к сожалению, не новая, к сожалению, довольно распространенная, которая сильно осложняет жизнь, естественно, осужденным, потому что это гораздо сложнее, к ним могут добираться адвокаты, если есть возможность вообще у некоторых адвокатов ездить на дальние расстояния. Ну, и связано это, как объясняют, с перегруженностью московских СИЗО. Московские СИЗО сильно перегружены, переполнены. У них больше людей, чем количество мест. И поэтому стараются тех, у кого уже есть приговор, просто для разгрузки, как нам говорят, московских СИЗО, отправить в другие регионы. Вот Илью Яшину нам удалось вернуть. Он, в принципе, я его видела тоже несколько дней назад, последний раз на прошлой неделе. Довольно бодр. Что он рассказывает о своих бытовых условиях? Он никогда не жалуется на бытовые условия. Надо сказать, что Илья Яшин тоже этот человек, российский политик, который прекрасно понимал, что попадание в тюрьму – один из реалистичных вариантов его деятельности. И, понимая это, понимая, чем это все может закончиться, тоже решил оставаться в России. Это был его осознанный шаг. Он не жалуется никогда на бытовые условия. Он вообще редко даже о них рассказывает. Скорее, ему интересны его сокамерники, ему интересны сотрудники в СИН, с которыми он тесно общается с теми и с другими. И, в общем, он часто рассказывает про то, что встречает с их стороны понимание, уважение, любопытство, интерес. И, в общем, как он говорит. В суде, когда рассматривалось тоже очередное ходатайство о том, чтобы продлить ему срок содержания в СИЗО, ему прокурор аргументировал то, что его надо оставить под стражей тем, что иначе он может использовать какие-то свои преступные связи, получить какие-то новые связи. И Гершин говорит, что сейчас я точно все полезные связи нужные получаю как раз там, где я нахожусь. Поэтому он расширяет свои связи. Валерий, последний вопрос, он касается Дмитрия Иванова. Расскажите, что с ним сейчас происходит? Дмитрий Иванов, это, может быть, для вашей аудитории не такой известный человек. Это 23-летний, на момент ареста был 22 года, студент, очень талантливый мальчик, студент факультета ВМК МГУ, программист, и такой активист, который много лет участвовал в разных мирных акциях протеста, вел телеграм-канал протеста на МГУ. И он точно по той же самой статье, что и у Ильи Яшина, 207.3 распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, получил те же самые 8,5 лет. Надо сказать, что сроки, конечно, за высказывания, которые противоречат, просто не совпадают с официальными пресс-релизами Министерства обороны либо Министерства иностранных дел, они, конечно, уже такие ближе к сталинским, чем к брежневским. Все замечают, что они становятся такими уже чрезмерно жесткими и показательно жестокими. Сейчас в Москве последние полгода стандартный запрос прокурора это 9 лет реального лишения свободы по таким делам. Там тоже был уже приговор, но еще не было апелляции, и он находится тоже в московском изоляторе. Когда будет апелляция? Мы пока не знаем, мы еще не получили протокол судебного заседания, поэтому дело еще не передано в суд апелляционной инстанции, поэтому, наверное, это будет попозже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok